Сегодня, почему-то за 11 дней до второй годовщины чудо на кукурузе в подмосковном Жуковском, когда экипаж уральских авиалиний сумел спасти 233 человеческие жизни, вдруг резко вырос в сети интерес к этому событию, точнее к его последствиям. И почему-то совсем неудивительно, что нашлись желающие не то чтобы попинать мертвого льва, а попытаться выдать червивый фейковый продукт, типа смотрите, вот оно раздолбайство российское, два года не могут обломки убрать, так и валяются, никому не нужные, все растащили, потому что никто не охраняет. Можно даже любому желающему забраться в кабину и побывать на местах двух пилотов, заслуживших здесь звание Героев России. Нашлись даже доброходы, пожалевшие некоего фермера, который ну типа два года не может использовать свою землю, из-за того, что обломки два года лежат на том поле. При том, что на фотографиях четко видны вовсе не плодородные подмосковные почвы, а зона весьма и весьма рискованного земледелия, бетонные плиты на территории Летно-исследовательского института и Международного аэропорта Жуковский, под бдительным видеонаблюдением службы авиационной безопасности, из-за которой каждый желающий так-таки не сможет забраться в легендарную кабину пилотов, а всплеск интереса возник как-то неожиданно, даже без привязки к дате, и объясняется очень просто. Именно здесь, на базе аэродрома Жуковский, только что в конце июля с 20 по 25 отгремел 15-й Международный авиакосмический салон. Тот самый МАКС-2021, а один из ее гостей с ником Артем Санчес в соцсетях, очевиднейшим образом влюбленный в авиацию, конечно, там побывал, наснимал море всего, в том числе дошел и до окраины, где на ответственном хранении Летно-исследовательского института лежат останки А-321 уральских авиалиний. Специалисты авиакомпании еще в поле тогда сняли с самолета все, что положено, затем его разрезали на части и спустя неделю после посадки за два дня вывезли на территорию аэропорта. Там с остатками долго работали следователи. Сам автор фотографий, как человек авиации не чуждый, вовсе не был удивлен тем, что увидел, ибо это вполне обычная глобальная практика. Самолеты не исчезают, не утилизируются мгновенно. Поизучав спутниковые снимки аэропортов мира, вы легко найдете на их задворках множество полуразобранных аппаратов. А удивился гражданин Санчес тем, как его фото мгновенно и без ссылки на автора растащили по сети и начали пытаться на их основе стряпать сенсационные материалы о том, что два года уже в поле, в кукурузном, лежит забытый самолет-герой. Кстати, о кукурузе и бедном фермере. Агрофирма, арендовавшая поле, где в пяти километрах от торца взлетной полосы в 15 минут седьмого утра 15 августа 2019 сел на брюхо рейс 178 уральских авиалиний Москва-Симферополь, выращивала здесь кукурузу на корм скоту и никаких претензий насчет потоптанного силоса даже и не думала никому предъявлять. Напомним также, что за спасение всех, без исключения находившихся на борту людей, звание Героя России получили командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, а орденами мужества были награждены все пять бортпроводников, включая автора вот этого мема. Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы.